Ну что ж, друзья, я уже вернулся, я вернулся, я вместе с вами, у нас Фазматис выиграет 2-1 в атаке на карте Детрейн, проставлю сейчас счет и мы вместе с вами посмотрим за битвой, битвой прибалтов, вообще посмотрим, что, что ж тут вообще произошло-то, конечно, непонятно, сейчас я посмотрю по экономику, предыдущий раунд, видимо, выиграли Фазматис Ага, все, я понял, видимо, пистолетка была за инкогнито, а потом Фазматис выбили, ну, ладно, это не важно, что было, сейчас мы с вами разберемся, еще один эко от инкогнито, и Фазматис, конечно, вот честно, друзья, вот у них очень сильная подборка игроков, вот в личном плане, Викер, Дарк, Псих, не знаю, вот эти два новеньких, не знаю, вот Синтекс, либо кто-то поменял ники, Эд Гариньо Но вот эта троица очень серьезные ребята, я не знаю, там, видимо, все так плохо с киберспортом в Литве, что нету спонсоров, знаете, не так это популярно По сути, вот эта команда, вот сама я говорю про Фазматис, они бы могли, ну, Камилка тут еще должен был играть Они бы могли показывать вообще великолепные результаты и быть, почему бы, и не наравне со всеми сильными командами, но, видимо, не до конца и парни мотивированы Да и киберспорт не так популярен в этих странах, ну, посмотрим По поводу инкогнито, можно сказать, то же самое, у них там очень талантливый сейчас состав, очень, вроде, способные все, но Ну, опять же, видимо, то ли не мотивация, то ли киберспорт вот так вот еще в Латвии тоже вот не очень на хорошем уровне Обидно, обидно, в общем Ну, давайте смотреть, хоть в нашей лиге канады могут играть, хоть где-то себя могут проявить И сейчас мы посмотрим очередной раунд, у двое игроков осталось, и, по-моему, инкогнито сейчас уже легко примут своих соперников И у нас будет счет матча 3-2 Ну, наверное, уже поставлю второй раунд, хотя, наверное, поспешил я рано Точно рано поспешил Да, пока что 3-1 И уже псих 1 на 1, вот я не знаю, ну, что же происходит с инкогнито Псих был 1 в 4, и уже сделал 3 фрага Мирамба 1 под плентом, псих смотрит вверх-вниз, но псих не знает, где находится его оппонент Сейчас прочекаем под плентом Да, друзья, вчера, по идее, была, кстати, съемка у команды Na'Vi, вот в гангстерском стиле Я тут периодически нашел ролик на их YouTube-канале Он даже пока в новостях не афиширован, вместе с Зевсом там было написано Каминг Сун Ну, не знаю, мне Зевер так конкретно не рассказывал про эту сессию Ну, конечно, видео получилось довольно смешно Вместе с фоткой Зевса Вот я читал, описали вы в чате, что похож на Вилата там Зевса Ну и вот что творит псих Просто берет раунд 1 в 4, вот это без вариантов И, по-моему, это сильный удар будет сейчас по психологии команды инкогнито Ну и не только психологии, но и по счету, и по экономике, по всему вообще 4-1 Эдгавиньо 0-3 Псих 11-3, жесткая статистика Кереме 0-3 Кереме и Мириамба Тяжело мне читать эти ники, просто не знаю их значения Но все-таки Итак, аркада, по верху идут все игроки Фазматис Снизу трое По-моему, сейчас всех за контролем Там еще один под плентом Тут, кстати, три игрока команды инкогнито принимала позиции Но принимала с пистолетами А это значит, что очередной раунд сейчас упадет в копилку Фазматис Спину контролят Да, трейтер поставил хэдшот с дегла Но особо дальнейшего развития атака это не получило Выкер ставит хэдшот Последний 5-1 В пользу Фазматис Ну и сейчас, по-моему, все идет к тому, что Фазматис наберут еще 3 очка Я сейчас гляну на турнирную таблицу Вот вам точно скажу Что тут произошло Фазматис на 11-м месте Если выиграют, догонят ДТС, Бенкю, Дельта, Спрейн, Прей, ЮСССР Сразу вот Вжик И, в принципе, вот в нуле очков Отставания с 4-мя еще командами попадут И, в принципе, как бы уже от 7-го до 10-го места будут занимать Ну, посмотрим Так, Фазматис, сик, минус В начале раунда Гекканс отвечает под крышей Трейтер, по-моему, нет, это не трейтер Гекканс Тут еще воюет Трейтер с ВП хелпует Вот он из синтакс Помогает Выкер зелень вышел Ну и снова вот ошибки Ошибки в защите Вот дырки в обороне В тимплее Не знаю, как это назвать Но вот Только кто-то где-то дернул Сразу же вот бросается в свою позицию И вот вышла зелень И поставила хороший хэдшот Молодцы, Фазматис и инкогнито Конечно, им нужно сейчас Не знаю, неимоверное усилие приложить Чтобы как-то вытащить этот матч Из этой ситуации Ну, смогут они это сделать? Мы не знаем Да, в последнее время игра изменилась В последнее время можно тащить и там И в защите, и в атаке Но вот я сейчас смотрю на матч Мне кажется, что Фазматис на голову сильнее Ну, вот только финальный счет Расставят все точки над И Мы сейчас увидим концовку раунда Мириамба один против двоих Выкер сейчас его законтролит Да-да-да-да-да Убивает в десятке И это 6-1 Быстро Довольно быстро развивается событие В этом матче Кстати, напомню, что это сегодня Последняя игра на сегодня Завтра вот я уже выбираю матч Который я буду комментировать Сейчас пока звука не будет Ну, нет ничего Итак, что у нас завтра Пока что без переносов Что стоит По-моему По-моему, Скиф сегодня дисквалифицировал Команду Mighty 44 У нас Фазматис уже уничтожают Ну, ладно, давайте посмотрим Выход на Аплан Три минуса и все Аплан зачищен Двое СБ Сейчас идут на Хелпу Гекканс И его команда Точнее, его тиммейт один Гекканс минус один Минус два Вылетает Плэн Два в два ситуация Ну, может, сейчас потащат Может быть Это Горинью Остается и Дарки У команды Фазматис Пытаются зажать Не Гекканса Поаккуратный был в этом эпизоде Второй раунд Для Инкогнито Ну, а сейчас было бы 7-1 Эко 8-1 Вот иногда, конечно, стоит быть Поаккуратнее В дуэльных ситуациях Потому что Они За ними стоит Очень многое И экономика В первую очередь И счет 6-2 Ладно Итак, завтра, друзья У нас То, что стоит в расписании Видимо, команда Mighty 44 Все-таки с Кифа Снялась чемпионатом Хотя там вроде Хуч про Молодых игроков своих просил Говорил, что они могут Они потащат Но уже середина сезона Но я Ну, знаю, это завтра Итак, завтра ДТС Чатрикс Универсал Солдрус 7 часов Все, говорю Все время по Киеву У нас уже очередная Быстрая атака от Фазматис Айронвилл Эскалейб Также в 7 часов по Киеву В 7 часов Фазматис УССР Mighty 44 Айронвилл Тоже должно было быть В 7 часов Смотрю Тут тоже 20 Видимо, все Mighty 44 Действительно снял С Киевс чемпионата Спрейнпре УССР 21.00 Вот Хуч И Эвилл Будет играть за УССР В 9 по Киеву И в 10 Спрейнпре Meet Your Makers Вот тоже Яркий-яркий матч Ну и В принципе Там еще будет Фемейл Лига Надеюсь, Дэвилл Там теперь захватывать Будет эти матчи Транслировать Надеюсь, у него все получится Один раунд Мы не посмотрели Пока делал анонсы Но ничего страшного 6-3, друзья Фазматис Пока что не могут Укрепиться нападения А уже было бы 8 Вот я все вспоминаю Эту дуэль, которую мы Два раунда назад смотрели Но, видимо, хотят Инкогнито повоевать 3А Плэнт Вплотную на Б Сейчас занимает И у Фазматис Будет выход Роя Центр Сейчас посмотрим за Трейтером Он все это увидит Видел двоих Как минимум Плюс зелень Сейчас выходит Минус 1 Псих снимает Гекканса По-моему, на зелени Нет, тут же Тут же где-то Нет, наверх-вниз Вообще Или на Б Где-то убил Смотрим Дарки Подпушил крышу Трейтер по пятой линии Остается один Тут двое на зелень В спину убивает он Дарки Видит второго Уходит Дает гранату Трейтер еще с ХАЕ снимает И уже Фазматис в меньшинстве Вот они так классно Начинают раунд А потом все Очень печально заканчивается Сейчас Выкер мог уйти Но почему-то после зажима Да, была трудная ситуация, конечно Он уже вот настолько сильно зажал Что уже никуда не мог уйти Он просто переводил прицел Ну ладно Псих 1-2 Бомба на... За плечами Хотел сказать на руках Но на самом-то деле Все-таки бомба за плечами И есть 47 секунд Но Мириамба уже выходит на Б Опять, понимая, видеокарта Начинает пищать Сейчас я ее потушу И посмотрим за Психом Да что ж такое Ну что, давайте смотреть Псих с бомбой Уже зашел в десятку Уже 20 секунд Отфлешивает 10 И идет ставить бомбу Да, чтобы были деньги У всей команды Трейтер выходит с бани И Мирамба пока что контролит десятку Ушел Посмотрите, ушел Ну вот и второй Под плент Плохая позиция Все увидели Увидели Сам себя завел в тупик Сам себя завел Вот сюда под плент Ну Еще четвертый раунд Для инкогнито Все-таки не все так плохо Потихоньку команда из Латвии Начинает выходить из Такого неприятного места В котором они находились По счету Ну это конечно Может быть они находятся В хорошей стране Но по счету Они были Где-то там Где-то в темноте Ну и 6-4 В пользу Фазматис Еще 5 раундов В первой половине Вот которые В принципе могут добить Команду инкогнито Вот если Фазматис Сейчас на оружии Вот смогут снова запушить Еще взять раунда 3-4 Ну наверное Все закончится Итак смотрим внимательно Пожарка Трое выходят Здесь трейтер вплотную Стоит минус 1 Ой в воздухе Стоит хэдшот Минус 2 3 Ну как-то Фазматис начали Вот знаете Вот после того Как они выигрывают Видимо решили Что все легко получится Они будут летать по карте Увы нет Увы нет И команда Фазматис Сейчас Может доиграться Слишком уж Рано Они по-моему Начали праздновать победу Уже видимо За компами Уже видимо Там чокались Там Уху За победу С дальнейшей матчей В интел челлендж Нет Нет Слишком рано Псих 1 1 Ну да Браун 1 в 4 Уже раунды Но второй подряд В одной же половине Я в это не верю Что еще он Так раз Может затащить Ну все 3 хп осталось Снял Мрямбу Но там уже все Там уже знают Где он Там знают Где бомба И тут в принципе Наверное Ничего не произойдет Это друзья 6-5 И инкогнито Будут в одном раунде От своих соперников И в принципе Вполне Вполне вероятно Что они смогут Закончить Вообще 9-6 Свою пользу Сторону И это будет Хороший результат И еще все Можно исправить Сейчас увидим Выкер в туннель Вся команда Фазмати В туннелях И по-моему Это эко Сейчас будет Аркада на б Кто у нас б принимает Смотрим за Эвк Хае Видит первого Попадает Минус хаешки Минус 2 Дальше Минус 3 Минус Мирямба Он ему хелпует И последний Добивается очень легко Как я и говорил Это 6-6 Еще 3 раунда Смотреть Смогут ли инкогнито Продолжить Вот в таком же пуше Смогут ли додоить Своих соперников И переломать Ход событий Узнаете На Кибераре На ТВ Ну конечно Это шутка Мы сейчас с вами Это увидимся Но потихоньку Мне нравится Такой КС Мне нравятся Такие зарубы Дым в центре Флешки Сразу как инкогнито Накидали туда Просто уйму Гранаты Двое игроков В центре не могут выйти Но в это время Псих уже СВП наверх-вниз Трейтер 1 на Б Остается И выходит из бани На планте Очень плохие Сейчас позиции У игроков Команды Инкогнито Но тем не менее Мриамба делает минус Но уже Эд Горенью Дарки делает фраги И Трейтер И Геккенс Остаются 2 в 4 Минус от Кереме сейчас Да, это Кереме был Псих делает минус Ну и что Остается у нас 1 Трейтер Ну Трейтер Уже ничего не сможет Видимо сделать В этом эпизоде Да Остался он СВП Сэйвит Девайс И седьмой раунд Все-таки Берут Фазматис И Конечно же Это прибавляет Шансы на их победу Они вот Все ближе К этому Но Конечно Окончательно Все расставит Вторая половина На свои места Так У меня тут Потихоньку Ребята выгружают Компьютеры Из студии Кто смотрел Intel Extreme Masters Наверное Обратил внимание Что на зрительский зал Немного расширился Там было Снято 3 ряда компьютеров Минус 30 компов И вот сейчас Их тут все из студии Выгребают Потихоньку Поэтому не обращайте внимания Что у меня иногда Может быть шумно Сегодня Это временная Ситуация Стали по линиям Инкогнито 2B 3 плюс 2 Издалека Не вплотную Это вот сейчас Кстати не очень модно Я весь EM Показал то что Держать Все таки Большинство команд 80% раундов Держат вплотную Центр Вплотную Вверх вниз И вот Та команда Все таки более Мобильная Наверное И более Проще Принимать Аркаду Конечно Когда стоишь По секторам Туда тебе Гранаты Легче закидывать И дыром Тебя легче Задымлять И отстреливать СВП Тебя проще Хотя казалось бы Ты принимаешь Но на самом деле После всех этих Гранатозамесов Тебе очень тяжело Принимать Спленты И по линиям Поэтому Многие команды Пытаются агрессивно Защищаться Подбегая Вплотную К десятке Вплотную К пожарке Занимая Трансформатор Занимая Между пятами Занимая Зелень Ну посмотрим Инкогнито Уже готово По моему Третье уже Кереме Перетягивается На Б Уже по моему Прочитали То что будет Делать Фазматис Через дым Первый пошел Второй АВП Падает на план Коль где-то Зажимает Минус один Размен Псих пробежал Просто получил По голове Раунд был Прочитан За контролем Но вот пытается Дарки что-то изменить Сделал фраг Два в три Нет один Против троих Остается И тут конечно Да Слишком тяжело Хотя опять же Сегодня были ситуации 1-4 Но видимо не сегодня 7-7 И команда Под названием Инкогнито Не сдается Хотят парни Три очка Хотят парни Победы И Пока что В принципе Вроде бы Ничейный счет Но мы ждем Вторую половину И понимаем Что там будет Гораздо тяжелее Инкогнито Хотя вот Может быть Они нам покажут Какой-то Супер наш Фрэв атаки Или вообще У них будет Получаться атака А вот у Фазмат В защите Ничего не будет Получаться Но опять же Пистолеты Пистолеты Многое решат Пистолеты Очень важны Да Я даже не знаю Какие матчи На завтра выбрать Но вот точно Я выберу матч Спрейн Прэй Против Митьо Мейкерс И Спрейн Прэй Наверное Против УССР Так дабы посмотреть На Мимов Дабы посмотреть На Хуча В новой команде Возможно Посмотрим Вот Фазмат С ЮССР Или Айронвилл Вот на Лекса Команду Против Эскалейт Матча Можно посмотреть Так же Да Наверное Эти матчи Я все-таки Выберу Да Айронвилл Айронвилл Эскалейт Неплохой матч Ну опять же Главное Чтобы команда Айронвилл Начала Играть Свои матчи У них такие Бывают Местами такие Сбои Команда не играет Пока что у нас Размен на Апланте Друзья Да У Айронвилл Была своя ситуация У них была замена Одного игрока Вот сейчас Там Лекс Приигрывался С новым тиммейтем Выкирт должен дать минус Опа Нашел Нашел Здесь Геккенса И уже 2 в 2 Ситуация Дарки Дает минус Баня И Мириамба Остался 1 в 3 Ой-ой-ой Даже какой 2 в 2 Что я путаю Так игроков Сегодня Ну друзья уж Извините Сегодня я транслирую 800 на 600 Это маленькое окошко На моем мониторе Занимает всего лишь Четверть экрана И Как-то Не всегда Я все вижу Так Псих минус Мирамба Фазматис Берут раунд Выигрывают первую половину Со счетом 8-7 Ну и Вот сейчас Они могут Я думаю Очень быстро Набрать Еще 8 раундов В защите Ну конечно Пистолет То единственное Что может спасти Команду инкогнито Там Плюс морали И возможно Какой-то Камбэк Так я продолжу Выставлять себе Матчи на завтра Да Конечно будет Замечательно Если не будет Переноса Спрэн прэмит Юмейкерс Хотелось бы Посмотреть за этой Встречей Мимы Очень серьезная Команда Мне очень Нравили Начали нравиться Парни И их игра Ну опять же Увидим Увидим Что Будет Давайте наверное Вернемся Пистолетный раунд Посмотрим за игрой Инкогнито Пожарка 4 человека Там были дропа Успол Снимают Угоренье Выкер На четвертом вагоне Откидывает Хае И пока Пока Вот понимаете Еще все нормально Для команды инкогнито Да Вот сейчас Индекс снял Трейтера Чуть посложнее Стало 191 156 Хороший Хп И бетом Один Дарки Смотрит Ну что он тут Будет делать Даун Флэш Вот честно Не самая лучшая Позиция Могли наказать Сейчас Вывалились бы Флэш Каб за спину Залетела И просто Порвали бы С глоков На Просто На В клочья В клочья Так Дарки Один Евк Вышел Это развод Там еще Спину Должен Законтролить Всех Синтекс Он должен Дать инфу Что Не на Пошли на А И вот Видите Да Позвать Если все Разворачиваются Забивают На Евк И идут С бани Втроем А Синтекс Выдет Спину И вот Тут Инкогнито Конечно Были Прочитаны Игрок На Планте Получает Сейчас Суспа Ну и Борода Ну что Друзья Инкогнито Потащили Мне продолжают Иногда Иногда Отвлекаюсь Смотрю Вытягивают У меня Компьютеры И Студии Разные Люди Ну и 8-8 8-8 Вот Я поговорил Про этот Пистолетный Раунд И Я не знаю Каким чудом Все таки Взяли Этот Раунд Молодцы Молодцы Инкогнито Конечно Они были Прочитаны Но Все таки Смогли Перестрелять Своих Соперников Теперь Два Эко У Фазматис У них Поломанная Экономика Они должны Два раза Сейчас По-любому Сливать То есть Два раунда Сейчас Возьмут Инкогнито И выйдут Вперед 10-8 Но Вот Потом Конечно Увидим Насколько Готовы Защищаться Фазматис И насколько Они умеют Это делать На трыне Вот Видимо Сейчас Такая Игра Скорости Конечно Не хватает Скорости Она слишком Медленно Иногда Не слишком Аккуратно Несмотря На то Что она Такая Просто Как улитка По скорости Но Иногда Добавляют Темп Игроки Аркады На эко Выходят Расстреливают Всегда Тут Конечно Все понятно Девятый раунд Для команды Инкогнито Но Смогут ли Они Вот Дальше Так Круто Играть В Атаке Ну По крайней Мере Есть Борьба И есть Какой-то Равный Счет Сегодняшние Все три Матча Были Очень Печальные И Просто Не знаю Ну Хотелось бы Конечно Борьбы Увидеть Увидеть Борьбу В каждом Матче И Но Не всегда Такое Получается Вот Разная Форма У команд Ну Конечно Я Обо Все Говорю Рассказываю Вам О киберспорте О контрстрайке Да Не только Контрстрайке Но Я уже Если честно Не могу Дождаться Того Момента Как я Буду Комментировать Чемпионат Мира Очень Хотелось Бы Посмотреть На Турнира Вот Посмотреть На Дождаться Вот Форму Команды Как они Будут Рулить Ну Вообще Жду Марта С нетерпением И Мимо На чемпионате Мира Это Вообще Замечательное Все И Нави И Наших Две Команды Все Будет Очень Крут И так Дарки Делает Минус Но Вся Команда Фазматис Успами Вон Когненно Конечно Есть Девайсы Но Большинство За Начинается отстрел Скалашов Разменялись И ВК 3 В3 И Тут Уже Наверное Ну Оп 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 Ну Ну Забить Закончились Патроны К сожалению Успе Не так Много Пуль Но Тем не менее Она выбивали Пушек Нормально Опа Один на один Их что Кереме против Психа Остаются Тут нет Армора И ХП в два раза Меньше Но тем не менее А может быть Пропрет Плант лежит На точке Ой Как не контролит Как не контролит Как не аккуратно Снова Расхлябанно Ну вот Я бы просто спрятался Где-то и боялся Вообще Все это время А не лазил По открытой точке Там между пятыми вагонами Десятый раунд Для команды Инкогнито И они продолжают Сейчас выиграть В этом матче Напомню Что это последняя игру Которую мы сегодня Будем смотреть С вами Ну вообще Кому Интересует Матч Интелл Челлендж Друзья Еще одна игра Будет в 11 часов По Киеву В 12 по Москве Уже полночь Между датской командой No problem И Ну на самом деле Проблемы были в Украине И команда Инкогнито Вот Которые сейчас выступают Датчане их ждут Это будет завершающий матч Но вы его сможете Посмотреть на ХЛТВ К сожалению Уже Слишком поздно Для меня И мне пора В кроватку Выкер Сделал минус Под крышей Фазматис В большинстве В этом первом Оружейном раунде Но мы смотрим За Инкогнито Синтекс Наверх-вниз Два На Б игрока И псих И выкер смотрит зелень Ну короче Вплотную взяли Как я и говорил Что вот Модно-модно было На чемпионате Европы Смотреть близко Открытый плент И пока что Так и происходит Точнее Ну Я наблюдаю Сейчас за туннелем Очень интересно Что будет делать Синтекс Потому что у него такая позиция Он здесь слышит все Эдгариндио делает минус Два дэшчка на Б сработала Вылетает плент И Синтекс решает Что он самый крутой Ну смотрим И идет в спину Ой-ой-ой Это просто провал Привет, друзья Ну что ж вы так неаккуратно-то Действуете здесь Просто наказание от фазматисов Остается один Кереме Плант не на руках И это борода Наверное Сейчас будет Ну Увидим-увидим Может быть Инкогнито что-то и сделает Ну а так Это девятый раунд И счет Практически снова Сравнялся Еще один раунд Понадобится фазматис Ну вот как я и говорил Что на оружии Инкогнито будет посложнее Сейчас увидим Ну по крайней мере Все по-честному По одному пистолетному раунду В атаке взяли команды И как бы все решится На пушках Это самое главное Смотрим на карту Инкогнито ломится по туннелю В пятером По-моему Что-то похоже на эко с глоками Вот остальные тормозят Первый уходит вперед Не ждет никого Гигл был У команды Инкогнито Да, это быстрый Фастовый Простой Эко Я, если честно Не фанат таких раундов И все-таки говорю Вот всем игрокам Кто меня спрашивает Советую И командам И начинающим игрокам И старикам Советую Чтобы Даже на эко-раунде Должна быть задумка Даже на эко-раунде Вы должны Стараться На максимум Должно быть сделано Все так максимально Чтобы Была возможность Выиграть раунд А Когда ты бежишь Пять глоков Сломя голову на Б Ну Это такой вот Минимальный шанс Нормальной команды Что ты возьмешь этот раунд Что Можно даже об этом не говорить Что-то должно быть Посерьезнее Придумано Как фазматисты Принимают Плотную Минус 3 Вот они Уж точно знают Как держать Минус 4 И уже всех перестреляли Снова один кереме Хотя С другой стороны Вы можете сказать Что Не всегда Получается Делать то Что ты хочешь В контрстрайке Ну Об этом Не знаю Об этом В принципе Это извечный вопрос Контерстрайка Что лучше делать Как лучше играть Где лучше держать За какую сторону Лучше начинать Так смотрим За фазматис А уже 3-3 Уже 3-3 И Счет Счет Кстати даже не ничейный Я тут один раунд Забыл поставить Уже один из раундов Команды Фазматис Так Синтекс Ой-ой-ой Дарки Дарки Дает минус Из девятки Получил Два Хэдшота От ЭВК С Глока Да Конечно Найка Опять же Все-таки Продолжаю Свою мысль Про экораунды Которые я говорил Ну Все-таки Действительно Я так подумал Что Конечно Иногда Всегда сложно Брать экораунды Но Все равно Всегда старайтесь Все равно Всегда старайтесь Понятно Что пистолет И 5 успов 5 глоков Шансов 0 Но Иногда Там пару деглов Одна флешечка И что-то интересное Нарисовывается Интересные позиции Знания То что будет делать соперник Все это решает Да Фазматис Видимо Решили Закончить матч Вообще В свою пользу Уверенно Так И ничего Не позволяют Сделать инкогнито Как только Взяли оружие И уже Четвертый раунд Подряд Вот Зеркальная игра Зеркальная игра От фазматисов Кстати По-моему Нет Не буду говорить Но Сейчас увидим Этот раунд Решится Точно Фазматис Зажмут Или нет Своих соперников Есть ВП У инкогнито Вот Довольно просто Держит Конечно Трейдер Рискованно И Дарки Уже под ним Дарки Уже близко Ой-ой-ой Посмотрите Идгарини Вот Кого-то он Он держал Дарки Потом понял Что там свой Отдал Хае Ой Ну я надеюсь Что это не Идгарини Удавал Хае А что инкогнито Туда Поддали И Викер Уже минус Центре Викер Молочага И явно Смотрели И ЕМ И решили Что это снова Модно Ну как бы Не то что модно Трейдер Он такой Знаете Кому как удобнее Какая стратегия У команды И если команда Умеет Издалека Принимать Она будет Издалека Принимать Но большинство Командам Наверное Все таки Легче принимать Вплотную Потому что Как бы Все игроки Задействованы Все в экшене Но Все таки Немного сложнее Делать перетяжки Ну вообще Это спорный Извечный вопрос Как лучше держать Конечно лучше Комбинировать Раунды И В этом наверное Залог успеха Хорошая комбинация Раундов Чтение соперника И самое главное Чтобы соперник Не читал Вас Пятый раунд Защите уже выиграли Фазматис У них 13 раундов И 3 раунда До победы Все идет Потому что Они просто за счет Ну честно Мне кажется Что они Чуть-чуть лучше стреляют Чуть-чуть более Тимплейные Ну вот Не намного Но Но сильнее ЕВК Минус наверх вниз Поймали они Сейчас Викера И вот псих И синтакс на зелень Если не делать минус То наверное борода Если сейчас КРМ его минуснет Вот в дым Синтакс да Минуснул Хорошо 4 в 4 Но вот сейчас Мемба выходит с центра И вверх вниз Пожарка тоже пойдет Главное чтобы план Не забыли И все наладится Всего лишь 3 раунда Нужно выиграть Фазматис Я думаю Это под силу Хотя инкогнито Сделают все Чтобы их остановить Нужно Биться до конца Если вы играете В профессиональной команде Даже не профессионально Если вы играете В таком турнире Как Intel Challenge То вы должны Показывать результат Потому что Есть куча Аматорских лиг Где можно себя показать Я говорю о том Что все таки Мы ждем Мы ждем новых игроков Новые команды В суперкубок Может попасть Любая команда Это не только По приглашениям Чемпионат Мы смотрим За нашей аматорской лигой За всеми Про лигой Победители Семи про лиги Конечно же Будут попадать В суперкубок Как это было раньше Так это будет И в этом сезоне То есть команды Которые всеми про лиги Сейчас выиграют Там 2-3 Они попадут На следующий сезон Суперкубка И будут играть Против грандов И это хороший Шанс проявить себя И вообще Потренироваться С нормальными командами У кого-то до сих пор Не получилось Ну вообще Показать себя Дарки Минус 2 на Б Фазматис И еще один раунд Принимают И два раунда Им остается до победы Смотрим Что же у команды Инкогнито Друзья По-моему У вас закончились деньги Вот мне так кажется Что сейчас будет Волевой эко Ну вот Думают Думают Хочется купить Что-то Нет Решили раскидать На последние деньги Закупаются 2 Галила Калаш Дропывается Есть 2 Калаша Выкинули Плант Ну и понятно Что Инкогнито Не знают Что делать Заходят все Пятером в туннели Их уже поджали Вверх-вниз Синтекс И Дарки Уже вот под Б Занял позицию Плотную Псих уже сделал Минус в центре карты Ой И тут провал Ну вообще Жестоко принимают Что с Фаазматис И они Ну вот Дарки опасен Это Горини Отвлекает на себя Все внимание Под флэш Ох Не увидели Да Вот сейчас бы Еще одно флэш И Дарки Душит всех Вот где этот Дарки Все Все Выходи Дарки Выходи Ну а зачем Так рано Начинать стрелять Да Убил одно Поставил хэдшот Но Слили тиммейта И ты должен был Меняться С плюсом Для себя И вот Снова поспешил Немного Игрок Фаазматис Он мог сейчас Просто потушить Там двоих И остаться живым Ну Не захотел Ладно Два на два Ситуация Бомба стоит Смотрим за выкером Он может еще порешать Вот сделать ветер Хотя близко стали Минус ИВК Близко стали Игроки инкогнито И вот Гекканс Опасный Не знают где он находится Бомба уже диффузит Выкер Но Сейчас получит спину И один на один Останется псих Оп Псих Мансует Зажал Ну За вагоном И Дыщ Вплотную Не попадает Успом Мансует Не попадает Лысый вагон Не попадает С ножом Нет Ушел О боже Какой вообще Цирк Да и только Взрывается бомба Ну не повезло Психу Можно так сказать И все таки Неплохо сыграл Игрок инкогнито Одиннадцатый раунд Для инкогнито Но это пока что Их не спасает По экономике Конечно да Им сейчас немножечко Полегче Они поставили бомбу У них были Раунд С двумя или тремя Галилами И двумя калашами Плюс не все гранаты И они его взяли Вот еще конечно Будет возможность У инкогнито Как-то Вытащить этот матч Но все равно Шансы маленькие Трое зелень Двое по два Синтекс Снова слышит Все он стал на ушное место И по прежнему Принимает вверх вниз Ну и до сих пор Про эту позицию Как-то не знают Инкогнито Потому что они не ходили На пожарку Все это время Они были Везде Но не здесь Да были конечно Там воевали пару раз С синтексом Но не на этой позиции Он тут еще никого не перехватывал Псих смотрит зелень Уже дал минус Сюда выходили трое Двадцать два хп Осталось у Психа Тут же Выкер Должен сейчас дым зажать Но рискует Очень сильно Выдает свою позицию Отошел чуть назад И вот сейчас синтекс Должен А синтекс отвернулся Понимаете Я не знаю Куда можно было отвернуться Посмотреть центр Но он отвернулся Псих Еще один минус Делает с ВП Минус От Выкера Нет Кереме Мириамба Мириамба Рулит 17 хп Кереме Мириамба 26 Красные В дарке Может еще подрезать Два в три Еще не все потеряно И с горенью минус Прыгает ХЛТВ По прежнему Два на два Ситуация Трейтер с плантом Сейчас подходит к точке И будет ставить бомбу Минус Кереме И тут рядышком Трейтер Он под плентом Ставит бомб Has been planted Ну что Пошли ребята Пошли Первый пошел Второй пошел Как вяло пошли Тут первый не очень удачно Должен выпрыгивать Был серклом А сам вот прямо прыгнул Прямо на зажим Ну и получил Так Нашел бомбу дарки И это 15 раунд Для команды Фазматиса У них уже Нища в этом матче И они как минимум Не проиграли В матче Интелл Челлендж Сегодняшнего Но еще будет игра У Фазматис По-моему Сегодня Сейчас я проверю Да у Фазматис Или нет У Инкогнито Будет сегодня игра Против Датчан В не очень хорошем настроении Конечно К этому матчу подойдут Но по крайней мере Хоть как-то Их размяли Парни из Литвы И сейчас Вот наверное Возьмут свой последний раунд Посмотрим на деньги Инкогнито Есть Галилы Есть Дигл Я там вижу И по-моему Тут не очень хорошо Все с капустой Есть флэш Дымочек вниз И дарки Вплотную От горения ЦВП Сдалека Все будет Аркад на АБ Смотрим наверное За Дарки Он в стиле Карна Занимает за лысым Ангарини ему принимает Вверх Ну и как-то умирает От Галила Ну жми двоих Все двоих зажал Уже сделал дело Очень хорошо контролить Сейчас позицию псих На блолысый Наверное Смотрит до конца Все равно Фазматис в большинстве И уже Синтекс Уже грызет спину Но как-то в дым Не снял ЕВК Его снял Викер Остался один Керемес На лысом Он тупо на лысом вагоне Получает Две сейчас флешки Он точно слепой Нет видите Не до конца Его флешило Аааа Какой вообще Хэдшот Получил псих О боже Викер Ну что ж вы парни Вообще исполняете Ну как Как так Ну керемес Молодец конечно Вот псих Не должен был умирать Он как-то серклом Не очень удачно Отпрыгнул И получил Получил конечно Плюто через Текстуру Через край вагона Хэдшот 12 раунд Команды инкогнито Они не сдаются Не сдаются Не сдаётся Врагу не сдаётся Наш Как там Смелый Гордый варяг Или кто-то Не помню Слова этой песни Двое Аркадий от на б Это фейл Фейл Фейкраунд От инкогнито Но это фейл Наверное вообще Потому что смотрите Б вышло Тут парни халдят Уже вся команда Фазмадис убивает Одного пацана Тут ещё ребята Не дошли до зелени Смотрите Уже геконс здесь Уже забили на геконса Уже вернули зелень Принимать Уже синтекс там Смотрит спину Всё убили на б И уже легко Сейчас будет принимать Аплент Нельзя так рискованно Поступать Но тем не менее Что-то получается У инкогнито Я не понимаю Настолько смешная Порой местами игра И посмотрите Просто вышли И всех порвали Лол This is lol 13 раунд Для команды инкогнито 15-13 Два раунда До конца этой встречи Пытаются тащить Парни из Латвии И сейчас Возможно у них Это получится В фазмадис Экро раунд Это будет 15-14 Да ездишь Хоть один напряжённый Мать за сегодня Спасибо вам Ребята из Прибалтики Ну посмотрим Может быть фазмадис Экро сейчас возьмут Минус от отгорения Сдеглаз Раз два Минус от три Минус от команды Четыре Минус от инкогнито Синтекс делает Ещё один фражочек Но его сейчас Убивает ИВК И это Четырнадцатый раунд Ух ты Ну кто Победа или ничья Кто на что поставит Друзья Я сейчас Почитаю чат Тут не так много людей Потому что Ну если честно Фазмадис Конечно вот Серьёзно Победа Пишут Победа Победа Фазмадис Всё равно Мне больше нравится Трейтор Минус АВП Потому что тут Порой такие Безумные тактики Инкогнито Но самое главное Что вот они Получаются Трейтор Ну трейтор По-моему решил Подарить своей команде Ничью И себе Хорошее настроение Рвёт зелень Проходит Рвёт центр А вот теперь Когда зелень Никто не контролит Тут очень сложно Будет парням Вот под шестом Итгорине Под шестом вагон А ну что трейтор Его Ооо Ну тут раунд Вообще Просто разрыв, Дарки 1 в 5 Это ничья Это, по-моему, договорняк какой-то Инкогнито 200 баксов поставили Ну, жесть, я оставлю 100 Ничья, все-таки ничья Это неописуемо Я уверен, что Фазматис очень расстроен После этого матча Инкогнито сотворили какие-то Чудеса камбэков Чудеса вообще вытягивания матча Конечно, не супер тут Тащилова было Но самое главное, что они были в такой ситуации Что казалось, что все, все, Фазматис сильнее И сейчас обыгрывает Но, увы, для Инкогнито Для Фазматиса, точнее, Инкогнито Смогли найти в себе силы И как-то чудом вытащили эти раунды Ну, помним мы ситуацию 1 в 2 Я думаю, ее навсегда запомнят парни Из Фазматиса вот сегодня Которые они взяли вдвоем против одного игрока Ну что ж, друзья Матча сегодня не будет На ХЛТВ один матч вы можете посмотреть Вот с участием Инкогнито и No Problem Они GTCM Gaming Матча сегодня не будет Продолжение следует...